Слово предоставляется координатору Совета общественных организаций при фракции КПРФ в законодательном собрании, Соловейчику Владимиру Матвеевичу. Дорогие товарищи, мы с вами слышали это выступление Путина. Это позорище, не побоюсь этого слова, в лучших традициях горбачевских метаний, умолчаний, в лучших традициях нежелание напрямую посмотреть в прямом эфире в глаза граждан. От хваленных прямых эфиров Путина осталась одна запись, где он невнятно пытается сбить народный протест, испугавшись массовых митингов, в том числе и всероссийского протеста, организованного 28 июля КПРФ, в котором мы все с вами участвовали здесь, на площади Ленина. После такого выступления мы можем сказать лишь одно. Министров, капиталистов и главного единоросса Медведева, и примкнувшего к правительству Медведева президента Путина, в отставку! 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 к буржуазной власти. Но надо сказать еще об одном, пожалуй, не менее важном. Минут за 15 до моего выступления одна из участниц митинга здесь у трибуны подошла ко мне и сказала «Скажите обязательно про роль коммунистов, про красный флаг». И это очень хорошее предложение. Бесстыдные действия буржуазной власти, бесстыдные действия правительства Медведева и примкнувшего к нему Путина особенно цинично выглядят на фоне того, что ровно 65 лет назад в июле-августе 1953 года советское правительство начало разрабатывать и затем воплощать в жизнь масштабную социальную реформу самую масштабную в истории нашей страны. Тогда, в августе 1953 года на пятой сессии Верховного Совета СССР по докладу Георгия Максимилиановича Маленкова парламент принял решение об освобождении от недоимок по налогам, об их резком списании с подсобных хозяйств, с тех, кто живет трудом своих рук и ума. Списание налогов в социалистическом государстве под красным флагом и налоговая удавка в виде повышения акцизов, в виде повышения НДС, в виде повышения, связанных с этим, повышением цены тарифов в буржуазном государстве Медведева и Путина под трехцветным белогвардейским флагом. Вот вам первая разница. Точно тогда же, 65 лет тому назад, советское правительство приняло решение и начало реализовывать его в жизнь. Решение о масштабном жилищном строительстве, когда рабочие и крестьяне впервые почувствовали, что социальные достижения Октябрьской революции именно для них бесплатное жилье от советской власти под красным флагом и нынешние обманутые дольщики, которые законное свое жилье не могут получить в условиях буржуазной власти под флагом трехцветным белогвардейским матрасом, власовским матрасом. Вот вам второе различие. 65 лет назад советское правительство приняло решение о необходимости полностью бесплатного обучения в высших учебных заведениях, в старших классах средней школы. Это было социалистическое государство под красным флагом. Нынешняя буржуазная власть под трехцветным белогвардейским флагом превратила высшее образование в заповедник для богатых, превратила среднюю школу в место, где собирают средства с родителей. В каком положении находится сейчас учитель средней школы? Его замордовали в Медведевской коммерциализации образования пресловутым законом 83. Его замордовали федеральными государственными образовательными стандартами. Он в полной зависимости от директоров и чиновников. И мы помним, как высоко стоял престиж учителя в советские времена. Мы помним, что говорил об учителях Владимир Ильич Ленин. Вот вам третья разница. Наконец, поговорим о зарплатах. Советское правительство приняло решение о том, чтобы повысить зарплаты рабочим, работникам совхозов, затем денежные выплаты работникам колхозов, чтобы они на эти деньги могли купить потребительские товары, вступить в жилищно-строительные кооперативы, что, в свою очередь, подымает спрос и производство в легкой промышленности. Это было при советской власти, в социалистическом государстве, под красным флагом. И мы прекрасно, люди старшего поколения, помним, когда любой честный труженик, неважно, строитель ли, химик ли, бумажник, мог заработать себе на машину, на дачу, на половину сельского дома и жить там, ходить по те самые грибы и ягоды, отдыхать с детьми и внуками. Это было при красной власти, при нынешней буржуазной власти мы видим урезание реальных доходов граждан, невыплаты зарплат, безработицу, беззарплатицу, развал той же легкой швейной промышленности, когда люди не имеют денег, чтобы купить качественные отечественные товары, покупают всякого рода дешевый ширпотреб, а это, в свою очередь, ведет к сворачиванию производства, к сокращению рабочих мест, к новой безработице. И все это происходит при буржуазной власти, под трехцветным власовским и белогвардейским флагом. И последнее о пенсиях. Именно тогда, в середине 50-х годов, усилиями советских руководителей, которые этим занимались, товарищей Маленкова, Кагановича, Зверева, министра финансов, Косыгина, Фурцевой, была проведена пенсионная реформа, благодаря которой впервые в истории России рабочие и крестьяне, а затем и работники колхозов, стали получать пенсии, чего не было во времена проклятого царизма, которое столь любят наши нынешние единороссовские министры и пропутинские политологи. Вот, что сделала советская власть под красным флагом. И теперь буржуйская власть Путина и Медведева под трехцветным белогвардейским матрасом хочет отнять у нас последнее социальное достижение советского периода, Октябрьской революции, нашей пенсии. Ясное дело, что мы будем против этого бороться. И выходить на такие митинги, как сегодня, и на митинги большие. И будем противостоять наступлению на права трудящихся. И поэтому, из соображений, идейных взглядов, политических предпочтений, исторической традиции и моральной ответственности в авангарде борьбы идут коммунисты под красным флагом, а не какие-то там трехцветные либералы-западники. Но никакой авангард на войне, которую Путин и Медведев объявили нашему народу, нашим трудящимся, не победит один, ни в одном сражении, если его не поддержит остальное войско. А наше войско – это люди, живущие трудом своих рук и ума, честные трудящиеся люди России. И я обращаюсь ко всем, кто пришел на наш многотысячный митинг, к тем, кого здесь нет, но кому вы расскажете. Включайтесь в борьбу, берите газеты, берите листовки, приезжайте в горком КПРФ за агитацией, разносите ее по людям. Только слово правды сам может перебить ложь телевизионных каналов, вранье либеральных радиостанций, обман прокремлевских пропагандистов. Только так, вместе, под красным флагом, мы остановим наступление буржуазной реакции, помятуя о том, что судьба наша, наших заводов, наших домов, наших улиц, наших городов, нашей страны, в наших с вами руках, мы – представители трудового народа, хозяева страны, а не буржуи, и не правительство Медведева, с примкнувшим к нему Путиным, которое ради этих буржуев старается. Мы помним слова нашего партийного гимна. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять в огне своих лучей. Судя по выступлению Путина, по истерической реакции правительства, по попыткам чего-то там смягчить, кого-то обмануть и сбить накал народного протеста, первые раскаты этого грома уже гремят над сворой капиталистов и их верных слуг из «Единой России», из правительства Медведева и примкнувшего к нему Путина. Включайтесь в общую борьбу, будьте вместе с коммунистами, будьте с нами, а мы уже с вами. Так победим! Спасибо! Продолжение следует...